К нам присоединяется Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Центра Объединенная Украина. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. А можно ли, в принципе, дипломатическим путем надавить на Северную Корею? Они понимают этот язык, язык дипломатии? Ну, действительно, вопрос риторический, да, потому что Северная Корея и так, как страна-изгой, которая находится десятилетиями и под санкциями, и под таким, и так, в изоляции, да, и под давлением регулярно бывает. Опять же, это сознательная политика, которая так выстроена. Думаю, что такие традиционно просто дипломатические методы, да, они вряд ли очень эффективны. Но, на самом деле, эти дипломатические методы должны просто быть не совсем стандартными. Тот же самый товарищ Ким Чен Ын учился в Швейцарии. И, наверняка, не очень много поменялось для детей северокорейской элиты, которые также же где-то в Швейцарии или в странах Юго-Восточной Азии учатся. Там же точно так же и происходят определенные закупки, которые им нужны и необходимы. И вот, вот этот вот такой момент, да, договориться о наложении таких вот санкций персональных будет действенно? Ну, скажем так, однозначно точно будет неприятно. Вот тот метод, о котором только что шло, в сюжете шла речь, о необходимости изменения подхода Южной Кореи по предоставлению Украине вооружений или продажи даже хотя бы вооружений. То, что можно достичь объединенными усилиями. Это дипломатические усилия? Ну, да, конечно, тоже дипломатические усилия. Вот такого давления, давление такого рода, не просто заявлениями, а так, чтобы было, становилось больно Северной Корее. Ну, и все же, на самом деле, причина, первопричина лежит в Москве. Вот мы сейчас классический вариант. Когда в июне месяце Путин, вот сейчас кадры как раз идут, поехал в Северную Корею и тем самым уже разрушил систему санкций, которая была, которая была наложена, кстати, ООН, а не отдельными странами. И Россия в этом, кстати, тоже принимала участие. Вот тогда демарши и давление на Российскую Федерацию, усиление санкций должно было быть. А сейчас усиление санкций, связанное именно с Северной Кореей, не просто, не только войной с Украиной, тоже возможно. Ведь Россия уже и ратифицировала договор со стратегическом сотрудничестве с КНДР, и Путин его даже подписал. То есть дипломатическое давление не непосредственно на КНДР, а вот на личные моменты, на возможность предоставления Украине вооружений и усиление санкционной политики относительно России за Северную Корею. Вот этот комплекс тот, который был бы действенным. Дмитрий, ну а если так посмотреть, да, с другой стороны, вот возникла ли вот эта ситуация с такими заявлениями, с тем, что, ну, не могут сейчас, да, ответить какими-то дипломатическими инструментами, условиями диктатуры, оказать некое давление на Северную Корею, сейчас стеренность определенная есть у Европейского Союза, пытаются сейчас, возможно, найти какие-то действенные варианты, ну и вот и звучат вот такие заявления в том числе по этому. Знаете, к сожалению, может быть и такая ситуация, очень похоже на то, и обычно такая ситуация складывается в мире, когда оказывается, что традиционная дипломатия, она перестает работать в условиях, когда мир попадает в начало большого предвоенного периода, перед мировой войной, например, да, такое может быть. И поэтому тогда звучат заявления, но на самом деле это понятно, что тут можно понять, да, то есть это психологически цепляются дипломаты за возможность сохранить нормальность, да, то есть вот как будто бы, ну, опять же, неприятно признавать, что не работают дипломатические решения. И, однако, выход есть, то, о чем говорит Зеленский постоянно, то, о чем говорил министр иностранных дел Украины Сибига, о том, что должны уже работать не дипломатические тоже методы, а расширение возможностей Украины в войне, да, у России возможности эти расширились, она разрушила систему санкционную мировую против Северной Кореи, привлекла Северную Корею, война расширяется, втягивается в другой регион, значит, у Украины должны появиться другие возможности, то есть предоставление массированного дальнобойного оружия западного и возможность применения его по территории Российской Федерации. И вот тогда в следующий раз Россия задумается, что делать, а иначе будет, следующим будет Иран, например, привлечен к войне. Как раз вы вспомнили всю практически ось зла. Дональд Трамп на посту президента США намерен приложить максимум усилий, чтобы разорвать партнерские отношения между Китаем, Россией, Ираном и КНДР. Об этом пишет The Hill. И один из главных инструментов для достижения этого, говорят источники в окружении Трампа, поддержка Украины. У него есть стратегия конкретно по каждому государству, которая зависит, если не полностью свернуть сотрудничество этого авторитарного квартета, то как минимум значительно его сократить. Что может сделать 47-й президент США в этом смысле, Дмитрий? На самом деле сделать можно много, и рычагов влияния у Соединенных Штатов достаточно. Вплоть до того, что вернуться к жесткой санкционной политике и вторичные санкции применить, это тоже было бы достаточно эффективно. И поэтому, и адресной такой санкционной политике. Поэтому тут пока что угадывать, наверное, не стоит. Тем более, что все-таки, зная, как Дональд Трамп выстраивает политику, все-таки изначально будет, возможно, попытка такого личного контакта и где-то лично договориться или, наоборот, личного такого давления. То есть мы это уже видели, его прошлый приход в Белый дом, когда ситуация с Северной Кореей была, попытка разговаривать, которая потом ни к чему не привела. Но, в общем-то, это, кстати, тоже, как по мне, достаточно позитивно. Почему? Потому что это политический опыт в таком плане, как разговаривать с такими персонажами. Поэтому я думаю, что, опять же, исходя из того, как то, что мы можем уже знать об опыте Дональда Трампа, то, вероятно, пока что речь идет об экономических механизмах, и которыми будут бить за вот такое сотрудничество. Тем более, что, как оказывается, Китайская Народная Республика очень чувствительна к этому. Китайские банки некоторые перестали работать с Российской Федерацией из-за просто даже там определенного рода намеков со стороны Соединенных Штатов. Кстати говоря, вы упомянули Китай, а если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, вот, например, попробовать поговорить с Китаем, чтобы он каким-то образом повлиял на Северную Корею, вот такой вот не будет ли более эффективный метод воздействия? Я думаю, что, да, действительно, это то, что стоило упомянуть, то ускользнуло, да, пока мы говорили об этом. Действительно, этот момент, я думаю, даже он и используется. Это один из тех моментов, который, ну, просто явен, поскольку Северная Корея, она однозначно зависит от Китайской Народной Республики. Но дело в том, что именно сейчас наверняка все зашло уже достаточно далеко. То есть, когда больше 10 тысяч северных корейцев военных уже находятся в зоне военных действий, когда уже очевидно, что или Северная Корея почувствовала такой определенный вкус свободы и между двумя сузеренами, так сказать, выбрала возможность маневра и теперь это используют, а Китайская Народная Республика или не смогла, или, ну, скорее, допустила вот это партнерство, то запихнуть назад дипломатическими методами данную ситуацию, я думаю, что, ну, если не невозможно, то, ну, максимум чего можно добиться? Это того, чтобы какое-то создать неудобство. И просто от Китайской Народной Республики можно добиться того, чтобы она давила на КНДР с нерасширением ее участия в российской войне против Украины. Хотя это тоже теперь уже под вопросом. Когда мы разглядываем такие заповедники диктатур, как Северная Корея, всякий раз думаешь, что должно случиться, чтобы они начали жить по-другому. Вы как политолог, как философ, что можете сказать на эту тему? Там могут быть перемены в принципе или нет? Нет, только разгром. Только разгром и однозначно такой жесткий очень разгром. Мы видели это на примере нацистской Германии. Это конкретный пример. А там ситуация была даже и не совсем такая. Я думаю, что в Северной Корее, например, все значительно хуже. Кстати сказать, и в современной Российской Федерации тоже. Но вот только вот этот разгром и кампания, ну, та условная, сейчас, конечно, Путин это слово испохабил, вот этот аналог деноцификации, которая там должна пройти. Просто через разгром, через личную боль, причем такую, через большую, осознание того, что произошло. Вот только так это может быть. И то в Северной Корее это достаточно сложно, потому что там изменения произошли в сознании массовом уже гораздо более глубокие, чем это можно было бы предположить. Хотя опыт, опять же, показывает желание северокорейских перебежчиков приехать в Украину и помогать, то есть люди, которые смогли измениться. Это, в общем-то, где-то вдохновляет. Дмитрий, ну, и вот тут, наверное, стоит упомянуть, а какие могут быть последствия сейчас недостаточной, либо неэффективной реакции мирового сообщества в целом на то, что сейчас происходит, на вот это сотрудничество диктатур, на отправку северокорейских войск в Российскую Федерацию, их участие на стороне Российской Федерации. Чем это может, в конце концов, обернуться? Однозначно глобализация конфликта. То есть будут задействоваться и другие регионы. То есть, кстати сказать, это очень хорошо заметили в Южной Корее, которые заявили об этом, о том, что, в общем-то, корейский полуостров втягивается в глобальную войну, в большую войну. Это однозначно ощущение безнаказанности даже не только у тех, вот, кого мы упоминали, втянутых уже, участвующих уже в «Оси зла», а и других таких подобных региональных персонажей. Оказывается, что ничего за это быть не может, да, и то есть, но все это, как по мне, то, что втягивает в мир такой новый очередной глобальный конфликт. То есть это все, все эти факторы могут слиться. Спасибо, Дмитрий. Наверняка еще вернемся к этой теме. Спасибо. Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Центра «Объединенная Украина», был гостем этой части эфира. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.